Девушки отдыхают Потому что когда мы собираемся обсуждать то, как изучают память, то, как изучают обучение, то важно понимать, что здесь можно заходить с разных сторон И два главных кита, которые нужны для того, чтобы анализировать такие процессы, это с одной стороны экспериментальная психология, а с другой стороны нейробиология Экспериментальная психология ставит какие-то опыты с людьми или с животными, дает им какую-то информацию, оценивает, как они ее запоминают и при каких условиях А нейробиология параллельно пытается понять, что при этом происходит в нервной системе И не всегда даже работает с людьми или с какими-то более крупными млекопитающими А часто работает с гораздо более просто организованными животными, но с их помощью все равно выходит на какие-то общие закономерности И вот когда мы говорим про экспериментальную психологию, то это, конечно, совершенно другая психология Это не та, которая о том, что вас мама никогда не любила в детстве Это когда у вас есть выборки, статистика, эксперименты, опыты и контрольные группы И экспериментальная психология современная, она в значительной степени наследница бихевиоризма А бихевиоризм был таким научным направлением, которое вообще воинствующе не интересовал мозг Они говорили, мы про мозг ничего не понимаем, понять пока не можем тогда в первой половине 20 века Мы будем воспринимать мозг как черный ящик И мы будем считать, что мы даем какой-то стимул, внутри черного ящика что-то такое происходит И потом появляется какая-то реакция, которую мы и изучаем Поэтому у них были очень операционные, описательные определения, которые до сих пор сохраняются в когнитивных науках Бихевиористы и вслед за ними экспериментальные психологи говорят, что обучение мы рассматриваем как просто изменение поведения Это на самом деле очень классное определение, потому что его можно применять на очень разных уровнях организации То есть мы можем взять целого студента Студент у вас приходил на экзамен, ничего там не знал, ничего не говорил Потом он прочитал книжку Канта, у него произошло обучение Он пришел на экзамен по философии, сказал там, что есть звездное небо над головой и моральный закон во мне Получил пятерку Потому что его поведение изменилось, он стал говорить то, чего не мог говорить раньше Мы делаем вывод, что что-то произошло, произошло обучение Можно применять это каким-то более простым животным Вы можете взять улиточку и бить ее током в хвостик Улиточка у вас начнет нервничать, начнет более эффективно втягивать жабры, когда волнуется И ее поведение таким образом тоже изменится по сравнению с той ситуацией, когда вы ее еще не напугали У нее тоже произошло обучение С другой стороны, мы можем на ту же самую историю посмотреть применительно к какой-нибудь простой системе Из нескольких нейронов, которые живут в культуре клеток Мы можем через них пропустить подряд парочку электрических импульсов И у них после этого изменится проницаемость синапсов Они начнут более эффективно проводить сигнал на какое-то короткое время И в этом смысле у них, в общем-то, тоже произошло обучение При такой системе определений память играет некоторую вспомогательную роль Память рассматривается как процесс вот этой организации и хранения информации Нужных именно для того, чтобы произошло обучение И именно для того, чтобы поведение каким-то образом изменилось И понятно, что экспериментальные психологи изучают память давным-давно И выработали большое количество разных классификаций памяти Самое классическое в середине прошлого века Аткинсоном и Шифрином предложенное Это разделение на кратковременную и долговременную память То есть вот вы видите вокруг себя какой-то большой внешний мир Вы заходите в какую-то новую комнату Вы окидываете ее взглядом Вы получили много сенсорных сигналов У вас на короткое время, на секунды Сохраняется просто какая-то картинка, которую вы только что увидели Но в этой картинке вы далеко не все запоминаете Далеко не на все обращаете внимание Я вот, в принципе, видела лица всех вас Но я пока не помню лица всех вас То есть когда я смотрю на одну часть аудитории В другой части аудитории, как я представляю, тоже сидят люди Но точно я этого не помню Это просто мое предположение, моя экстраполяция Но если на кого-то из вас я посмотрю лично, прицельно, обращу внимание То это будет означать, что в течение следующего какого-то короткого времени Я смогу этого человека узнать Когда встречу его в коридоре Это будет означать, что я взяла его в рабочую память Рабочая и кратковременная память – это почти синонимы Обычно говорят кратковременная, когда обращают внимание именно на то, что информация хранится там недолго И говорят рабочая, когда обращают внимание на то, что в это время с информацией можно проводить какие-то преобразования То есть, например, взять в рабочую память число 15 и число 13 И сложить их друг с другом одновременно их обоих в памяти держа Но проблема в том, что если мы с вами встретимся в метро через 15 минут То, скорее всего, мы с вами тоже опять друг друга не узнаем Потому что вот эта кратковременная память, она была заведомо небольшая И только в том случае, если мы прообщаемся какое-то долгое время Я и дальше буду узнавать вас в метро, возможно, всю свою жизнь Ну или вот как нарисовано на этой картинке Вы сначала видите много детей, играющих на пляже Потом дети просят вам помочь с замком Вы берете в рабочую память замок, начинаете думать о кривизне его стен Но, скорее всего, вы выкинете это из головы через 15 минут Как только прибой смоет этот замок И зимой вы будете помнить, что вы водили своего ребенка на море Но совершенно не будете помнить, что там был какой-то замок и как он был устроен То есть, важное мы запоминаем, неважное мы не запоминаем И вот именно кратковременная память выступает в роли такой воронки В кратковременной памяти мы держим информацию, ну хорошо, 10 секунд Ну хорошо, 20 секунд Ну может быть чуть-чуть дольше, если мы ее как-то целенаправленно крутили в голове Если мы как-то специально на ней фокусировались И мы держим там немного объектов Мы можем одновременно удерживать в ней, ну объектов 5, ну 6, ну 7 Смотря какие объекты, смотря насколько внимательно мы стараемся это делать Но это все равно совершенно заведомо ограниченное количество информации Зато если что-то прошло через вот эту воронку Если что-то попало в долговременную память То там ее объем потенциально не ограничен И скоро, и время того, в течение которого мы можем там хранить информацию Тоже потенциально не ограничено Мы помним какие-то воспоминания из детства, которые были 10, 20, 30, 40, может быть, лет назад Но, конечно, далеко не все, а только те, которые мы долго сохраняли и долго о них думали То есть для того, чтобы что-то попало в рабочую память Мы должны обратить на это внимание, подумать об этом сознательно А для того, чтобы что-то из рабочей памяти перешло еще и дальше в долговременную Оно должно быть либо серьезным, важным для нас, эмоционально значимым Либо мы должны целенаправленно, подолгу, серьезно, внимательно крутить его в голове Собственно, если оно эмоционально значимое, то это тоже способствует тому, чтобы мы крутили его в голове Предпринимались в течение истории экспериментальной психологии многочисленные попытки померить объем рабочей памяти Про одно из них вы наверняка слышали Еще в середине века вышла известная статья Миллера, которая называлась Волшебное число 7 плюс минус 2 Вот как раз из нее мы знаем вот это общее место, что объем рабочей памяти это 7 единиц информации Он там смотрел на всякие разные способы тренировать память испытуемых На то, как их просят запоминать цифры, запоминать согласные буквы, запоминать ноты, запоминать запахи, вкусы, все что угодно И действительно в среднем получалось, что около 7 единиц информации люди одновременно могут в голове удерживать Но злые языки говорили, что Миллер в своей работе опирался на опыты, проведенные на студентах MIT На студентах Гарварда и на студентах других крутейших американских вузов И может быть у них с рабочей памятью получше, чем в среднем по популяции И может быть, если проводить эксперименты на людях, пойманных в метро, то объем рабочей памяти окажется еще меньше И вот такие работы проводили, например, дальше известные такие когнитивисты Лак и Вогель Они делали вот что Они показывали человеку какую-то картинку, на которой есть разные геометрические объекты, разные фигуры, разноцветные Потом они показывали другую такую же картинку И человек должен был просто сказать, изменилось ли что-нибудь или нет И они смотрели, насколько точность, корректность этого ответа зависит от количества элементов на картинке И здесь видно графики Они показали, что да, действительно, если вы показываете два элемента на картинке То примерно 100% людей видят, что что-то изменилось Если вы показываете четыре элемента на картинке, то тоже много, но уже меньше Уже там порядка 90%, тоже по-разному, видите, для разных свойств Цвет получше, размер похуже и так далее Если вы показываете шесть элементов одновременно, то в трех четвертях случаев люди дают правильный ответ Поэтому Лак и Вогель говорили, что скорее все-таки количество элементов информации, которые мы можем удерживать в голове В нормальной ситуации ближе к четырем Но при этом важно, что сами эти объекты могут быть весьма комплексными То есть на результаты не особенно влияло Например, показываете ли вы просто цветные квадратики Или показываете ли вы квадратики, внутри которых еще какие-то цветные квадратики У которых может меняться цвет рамки, может меняться цвет внутренней части То есть объектов мало, но объекты сами по себе могут быть довольно комплексными И дальше, когда люди подступились к экспериментальному изучению рабочей памяти У них возник естественный вопрос Можно ли как-то человека натренировать? Можно ли как-то сделать так, чтобы его рабочая память колоссально расширилась? А в экспериментальной психологии проблема в чем? Она обычно работает с большими группами испытуемых Для того, чтобы была статистика, для того, чтобы можно было усреднять их результаты И сравнивать их друг с другом Работать с большими группами испытуемых хорошо Но проблема в том, что вы не можете заставить их делать что-то по-настоящему трудоемкое Потому что они у вас разбегутся Заставить делать что-то по-настоящему трудоемкое вы можете малое количество людей Например, одного человека Особенно в том случае, если он от вас как-то зависит Например, если вы его научный руководитель И вот был такой психолог Чейз А у него был студент, вошедший в историю под инициалами СФ И этот студент в течение почти двух лет Приходил в лабораторию по 2-3 раза в неделю По часу И делал там очень интересную, очень высокоинтеллектуальную вещь Ему говорили какую-то последовательность цифр Например, 1, 3, 5, 2, 1, 8, 8 Просили повторить У вас получится? Вот, замечательно Сейчас у вас пока получится Потому что вы пока это взяли в рабочую память, оно там крутится Если я расскажу вам дальше, что происходило с студентом СФ То есть если у него получалось, ему давали еще одну последовательность цифр В которой было на одну цифру больше Если он ошибался, то ему давали последовательность, в которой было на одну цифру меньше И вот так он целую часть сидел и тренировался Я сейчас вас на это отвлекла Кто из вас теперь может повторить последовательность цифр? Ни фига себе Вы первая аудитория в моей жизни, которая так делает Круто Ладно Ну хорошо, все равно, я думаю Я вас потом еще переспрошу Пока что смотрите, что происходит Вот он сидел, тренировался, запоминал Запоминал, запоминал Сначала, как любой нормальный человек, мог повторить ну 7 цифр Ну 8, ну 9 Но прогресс действительно наблюдался Действительно он запоминал все больше и больше и больше и больше Он дошел до 20 цифр, до 30 цифр, до 40 цифр И в конце концов, через 2 года вот такой тренировки Он мог повторить 79 цифр Ему их говорили, он их воспроизводил И можно ли было предположить, что у студента СФ здорово увеличилась рабочая память? Вот на самом деле, как ни странно, не совсем Потому что если вы давали ему какие-то другие задания Например, задание по запоминанию согласных букв Задание с любыми другими стимулами, не цифрами То его рабочая память продолжала оставаться такой же, как у любого нормального человека То есть ну 7 единиц, ну 8, ну 9 И стали довольно подробно разбираться с тем, как у него это получалось, что он делал Он сам охотно рассказывал, что он делал Дело в том, что исследователям повезло со студентом СФ Потому что он был большим фанатом бега Он сам бегал в марафоны И он, кроме этого, внимательно следил за чужими спортивными достижениями И он помнил большое количество разных рекордов То есть здесь дело не только в том, что бег улучшает память Хотя это тоже правда, физическая активность способствует нейропластичности Здесь важно то, что когда ему говорили какие-то цифры Ну допустим, 3,987 3,987 То он не запоминал их как 4 элемента информации Он думал, ага, это очень похоже на мировой рекорд бега на милю 3 минуты и 987 тысячных секунды И дальше он таким образом запоминал одну единицу информации Вместо 4 единиц информации В тех случаях, когда ему не удавалось подобрать никакие релевантные рекорды Он представлял себе либо какой-нибудь возраст То есть ему говорят, например, 8,3,9 Он представляет себе, ага, человек, которому 83 года и 9 месяцев Или, например, ему говорят, 1,984 Он сразу думает, ага, это дата И кроме того, понятно, какая дата Это книжка Орвелла, мы все ее помним И когда он пытался описать, что он делает То вот он, во-первых, группировал вот эти кусочки по 3-4 цифры Вместе в какие-то смысловые единицы И довольно успешно у него это получалось сделать Для большой последовательности цифр Он смог подбирать, подобрать подходящие ассоциации И вот эти два года тренировки были связаны как раз с тем Что он придумал подходящие ассоциации Для довольно разных маленьких комбинаций цифр Но дальше он еще и объединял Вот со второй его прорыв в обучении После вот этого падения в середине обучения Второй прорыв был связан с тем, что он научился Группировать несколько таких кусочков В какую-то внятную историю Он представлял себя в 1984 году Человек, которому было 83 года и 9 месяцев Пробежал марафонский рекорд на такой-то скорости И уже это становилось единой историей Которую он удерживал в рабочей памяти То есть таких историй в рабочей памяти Он по-прежнему удерживал штук 5 Но каждая из них была вот так вот иерархически обустроена Каждую из них он разворачивал Для того, чтобы потом по ней воспроизвести Вот эту последовательность цифр В общем и целом, ну это такая мнемоническая техника Которую СФ выработал независимо Но которую используют многие другие мнемонисты При желании вы тоже можете натренироваться И тоже поражать людей тем, чтобы запоминать 89 цифр Или 79 Но это, наверное, не очень важно Важнее понимать, как это все работает в принципе А в принципе важно понимать Что мы хорошо запоминаем информацию В том случае, когда она для нас что-то значит Это называется чанкинг Возможность объединять информацию В какие-то смысловые блоки Для того, чтобы дальше работать с этим смысловым блоком И таким образом Вот эта кратковременная память Взаимодействует с кратковременной памятью Взаимодействует с тем, что уже надежно записано И на то, что надежно записано Она опирается для того, чтобы эту информацию Проще было потом воспроизвести Для того, чтобы не надо было ее специально учить Маленькими кусочками Вот у того же Чейза, который им учил студента У него есть знаменитая работа про шахматистов Про то, как шахматисты запоминают фигуры Расставленные на доске Там у вас сидит человек У человека стол На столе две шахматные доски На одной шахматной доске Расставлены какие-то фигуры Вы ее можете отгораживать ширмой Вы показываете ее человеку на 5 секунд Потом закрываете ширмой И у него стоит пустая доска И набор фигур И ему нужно воспроизвести Как фигуры были на доске расставлены И вот, в общем-то, еще до Чейза Было известно, что мастера Шахматные гроссмейстеры, чемпионы Справляются с этим заданием Гораздо лучше, гораздо более эффективно Чем люди, которые плохо умеют играть в шахматы То есть, вот если вы один раз Показываете вот такую шахматную доску Человеку, который хорошо умеет играть в шахматы На 5 секунд То он за эти 5 секунд запоминает Расположение 16 фигур Что, как мы видим, превосходит Типичные объемы рабочей памяти А новичок запоминает 4 Что больше соответствует результатам Лака и Вогеля О том, сколько запоминают нормальные люди И дальше, соответственно Чемпион запоминает Примерно все фигуры, которые есть на доске С 4 таких повторений А новичку требуется хотя бы 7 Для того, чтобы приблизиться Но и то не догнать результаты мастера Но Такие вещи получаются Когда вы показываете Какие-то реально существующие Шахматные партии Вот здесь, например, нарисована Картинка из матча Карпова и Каспарова Более позднего В 85-го года Более позднего, чем вышла эта статья Но это потому, что картинка не из самой статьи Статья черно-белая и без картинок А из учебника Из учебника Пурвиса, который вышел уже в 13-м Вот Но смотрите Здесь есть какой-то смысл Это настоящая партия В которой игроки как-то целенаправленно выстраивали фигуры И для опытного игрока Это что-то значит То есть, может быть, он даже помнит эту конкретную партию Думает, ага, это вот Карпов и Каспаров Может быть, он не помнит эту конкретную партию Но он все равно оценивает соотношение сил на доске Он оценивает Вот, ага, ферзь угрожает тому-то и тому-то И дальше он, помня, кому угрожал ферзь Соответственно, воспроизводит по этому То, где примерно стояли другие фигуры относительно ферзя То есть, он мыслит какими-то раскладами сил Какими-то группировками шахматных фигур Которые куда-то объединились Но картина интересным образом меняется Если вы возьмете фигуры И расставите их по доске случайным образом Наугад, как-нибудь нелепо Так, чтобы, например, два белых слона стояли оба на белых клетках Все это будет довольно бессмысленно И для новичка в этом смысле Особенно ничего не изменится Он с первого раза запомнит четыре фигуры Потом будет запоминать больше, 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 больше К седьмому раза запомнит более или менее все Что касается чемпиона То у него результаты внезапно будут оказываться даже хуже Он будет запоминать еще меньше фигур И где-то на пятом раунде отчается И скажет, нет, я не хочу, мне не нравится ваше задание Оно нелепое, у меня кровь из глаз идет, когда я на это смотрю Потому что для него эта информация имеет смысл И, соответственно, он гораздо лучше ее запоминает Когда она правда имеет смысл И гораздо более мучительно Когда для него она смысла не имеет А новичку, в общем-то, более или менее все равно То есть основное отличие эксперта от неэксперта Не в том, что у него как-то лучше рабочая память Не в том, что он как-то лучше концентрирует внимание А в том, что он опирается на то, что он уже выучил Он видит какой-то симптом У него уже есть память о том, какие еще симптомы Обычно связаны с этим симптомом На что нужно обратить внимание А на что можно не обращать внимание И это, собственно, и делает его оплачиваемым специалистом Вот, ну, похожего рода работ экспериментальных было много проведено О том, что, да, действительно, если мы информацию как-то осмысляем То это сильно способствует ее эффективному запоминанию Вот есть простые опыты, в которых, например, людям показывают какое-то слово На очень короткий промежуток времени Меньше, чем на секунду И после этого про это слово задают какой-то вопрос Так проходит вот эта первая тестовая стадия обучения А потом вам снова показывают те же самые слова И на этот раз люди должны сказать Видели ли они это слово уже раньше или нет И вот эффективность узнавания слова, которое вы уже раньше видели Сильно зависит от того, какой вопрос вам задали в первый раз Потому что вас могут спросить Что-нибудь про смысл этого слова Вас могут спросить, насколько хорошо оно подходит к этому предложению Вас могут спросить, живое это или не живое Фрукт это или не фрукт Глагол это или существительное Хотя бы В этой ситуации вероятность того, что вы это слово узнаете при новой встрече, высокая Вас могут спросить, как оно звучит Вас могут спросить, рифмуется ли оно Там, например, покажут слово hate Спросят, рифмуется ли оно со словом wait Вы ответите, да или нет А могут вас спросить, какими буквами написано слово Заглавными или строчными И в этом случае вам вообще не надо думать ни о его значении, ни о его звучании И вы это слово в голову не берете, вы внимания на него не обращаете И вероятность того, что вы узнаете его при новой встрече, ну процентов 10 Если вы все-таки, несмотря на то, что у вас не было этого в задании, все равно подумали о нем с точки зрения смысла Это, собственно, показывает нам, что процесс усвоения информации, он совсем не механический А он сильно зависит от того, что у нас в голове уже есть Мы к этому в конце еще раз вернемся Пока что я хотела обратить ваше внимание на другой аспект На то, что вот эта вот деятельная работа с информацией происходит не только тогда, когда мы запоминаем что-то новое Но она может происходить уже и с воспоминаниями, сохранившимися в нашей голове С тем, что вроде бы уже записана в долговременную память Мы все равно каждый раз, когда об этом думаем Мы склонны вносить в эту информацию какие-нибудь уточнения, какие-нибудь изменения В соответствии с тем, какие новые свойства этой информации нам открылись То есть мы постоянно переучиваемся и постоянно переорганизовываем то, что мы уже знаем И это можно довольно забавным образом изучать в экспериментах Есть такая известная исследовательница, психолог Элизабет Лофтус Которая вот уже много-много лет занимается фальшизмами, воспоминаниями Тем, как навязать людям в голову воспоминания о том, чего на самом деле не было Какие приемчики и техники для этого можно использовать Она этим заинтересовалась еще в 70-е в связи с проблемами судебной экспертизы В связи с тем, что никто не верет так, как очевидцы Что вы задаете людям какой-то вопрос И люди отвечают не столько в соответствии с тем, что они видели на самом деле Сколько в соответствии с тем, что, как они себе представляют, должно было быть Лофтус это показала, когда она показывала испытуемым видео, в котором две машины взаимодействовали друг с другом Задевали друг друга крыльями Это была не страшная авария, они ехали не очень быстро, они просто неудачно разъехались После этого она спрашивала людей о том, с какой скоростью ехали машины Но при этом люди получали вопрос в разной формулировке Одних людей спрашивали Как вы думаете, с какой скоростью ехали машины, когда они соприкоснулись А других людей спрашивали Как вы думаете, с какой скоростью ехали машины, когда они врезались друг в друга И этот эксперимент проводился много раз Конкретные цифры были разные В разных исследованиях и видеоролики тоже были разные Но в общем и целом получалось, что те люди, которых спрашивают о том, что машины врезались Они могли, например, на 25% завысить гипотетическую скорость То есть, скажем, те, кого спрашивали, как машины соприкоснулись, говорили, что они ехали со скоростью 30 миль в час А те, кого спрашивали, как машины врезались, говорили, что они ехали со скоростью 40 миль в час Но это, положим, само по себе еще не удивительно Потому что люди плохо умеют оценивать скорость двигающихся объектов И понятно, что они опираются на вопрос, как на такую подсказку О том, мы быстро ли ехали машины или медленно Делают поправку на это Интереснее другое Через неделю Елизабет Лофтов снова звала людей в лабораторию И на этот раз она не показывала им это видео Она просто спрашивала, помните ли вы видео, которое вам показывали неделю назад И спрашивала, запомнили ли вы, что в этой машине разбилось стекло И выяснилось, что среди тех, кто был спрашиваем о том, как машины врезались В два раза больше людей, 15% против 8% помнят, что стекло разбилось Среди тех, у кого машины соприкоснулись, только 8% помнят, что стекло разбилось На самом деле, конечно, никакое стекло не разбивалось У Елизабет Лофтов много разных работ такого рода Другая известная работа про то, как дети потерялись в торговом центре Людям говорили, что исследуют их детские воспоминания И с помощью их старших родственников давали им брюшюру Составляли брюшюру, в которой были три каких-то реальных истории Из их детства, из старшего дошкольного возраста И одна история, выдуманная, одинаковая для всех Вы пошли с родителями в торговый центр Мама дала вам денег на мороженое Вы пошли с мороженым, но заблудились Вы заплакали, к вам подошла женщина И отвела вас к родителям, все закончилось хорошо В общем и целом, люди, конечно, действительно В среднем помнили эту историю хуже Чем те истории, которые произошли с ними на самом деле То есть, когда их спрашивали, просили оценить по По-моему, 10-бальной шкале Но если вам важна точность, то лучше сходить по ссылке И проверить, что по 10-бальной, а не по 7-бальной По-моему, по 10-бальной шкале их спрашивали Насколько баллов по четкости они помнят это воспоминание Оно набирало немного Оно набирало 2,8 балла Но интересно, что их спрашивали об этом несколько раз И по мере вот этих новых и новых интервью Четкость вот этого воспоминания постепенно повышалась То есть, например, через неделю они уже на 3,2 балла в среднем помнили вот это воспоминание Потом, когда в конце, после эксперимента их спрашивали Как они думают, какое из этих воспоминаний фальшивое Они не всегда далеко указывали именно на вот это воспоминание про Тарковый центр И интересно, что когда их об этом расспрашивали Они начинали добавлять новые подробности Даже после того, как им уже признавались, что это воспоминание фальшивое и навязанное Они все равно говорят, ну как же, ну я помню, что мороженое было черничным Я помню, что женщина была толстая А мой брат сказал, что она милая То есть, ну потому что у всех в жизни есть какой-то опыт с мороженым У всех в жизни есть какой-то опыт с помогающими женщинами И какие-то старые воспоминания, не связанные с этим Накладывались на вот эту новую предложенную парадигму Формировали какую-то внятную историю, которую человек дальше помнил Как то, что было настоящим, то, что было на самом деле Еще можно исследовать то, как работает автобиографическая реклама Автобиографическая реклама должна тоже вызвать у вас какие-то теплые воспоминания о детстве Чтобы вы вспомнили, как вам было хорошо И повели своего ребенка в Диснейленд, чтобы ему тоже было хорошо Вам дают автобиографическую рекламу Диснейленда В которой половине испытываемых говорят Помните, как в детстве вы ходили в Диснейленд и вам пожимала руку русалочка Ариэль Другой половине испытываемых говорят Помните, как вы в детстве ходили в Диснейленд и вам пожимал руку кролик Багспани Потом через неделю их спрашивают, кто из них помнит, что им пожимал руку кролик Багспани Это помнят 14% в той группе, которая читала про это в автобиографической рекламе Их спрашивают, пожимал ли руку кролик лично им Они читали про это только в рекламе, но они говорят, да, мне лично пожимал руку этот кролик. Впрочем, 8% помнят об этом и среди тех, кому пожимала руку, согласно рекламе, русалочка Ариэль. А подвох здесь вы понимаете в чем. Подвох здесь в том, что в Диснейленде в принципе не мог быть кролик в Багспане, потому что это другая студия производства мультфильмов. Впрочем, справедливости ради у тех испытуемых русалочки Ариэль тоже не могло быть, потому что первый мультик про Ариэль вышел в 89-м, а это были взрослые испытуемые, которые ходили в Диснейленде в детстве задолго до 89-го. Но тем не менее, русалочка Ариэль тоже звучала вполне правдоподобно. А самое циничное, что с помощью такого рода экспериментов можно насаждать людям какие-то полезные воспоминания. Вот у той же Елизабет Лофтус есть история про то, как убедить людей, что они любили спаржу. Люди приходят в лабораторию, им говорят, наш суперкомпьютер исследует ваши вкусовые предпочтения. Сейчас и в детстве. Заполните, пожалуйста, много-много анкет. В этих многих-многих анкетах есть вопрос, среди прочего, о том, как вы в детстве относились к вареной спаржи. Некоторые люди сразу ответили, что они любили вареную спаржу, с ними больше не работали, их больше не позвали. Большинство людей, впрочем, ответило, что они не любили вареную спаржу. И когда через неделю их пригласили в лабораторию, им сказали, наш суперкомпьютер сделал анализ ваших вкусовых предпочтений. Вы в детстве любили сладкое, радовались, когда кто-то приносит в класс конфеты, любили пиццу, любили жареное, еще любили вареную спаржу. На этом месте, опять же, почти половина испытуемых сказала, нет, ребята, вы что-то перепутали, ваш компьютер что-то перепутал, я что-то сомневаюсь, что я любил спаржу. Вторая половина испытуемых, хотя до этого говорила в анкете, что нет, она спаржу не любит, она тем не менее согласилась, что ну окей, да ладно, компьютеру вашему виднее. Дальше после этого им давали еще одно якобы маркетинговое исследование, в котором нужно было оценить ценовую политику магазина зелени и оценить качество разных блюд в ресторанном меню. И выяснилось, что по сравнению с теми результатами, которые были при первом опросе, у тех людей, которым сказали, что они любили спаржу в детстве, здорово повысились оценки, связанные со спаржей в современных представлениях о ней. То есть в том, сколько денег они готовы за нее заплатить в магазине зелени, и о том, насколько им нравится в этом ресторанном меню блюдо, содержащее вареную спаржу. То есть у человека обновляется, апдейтится представление о себе. Он понимает про себя, я такой человек, который всегда любил вареную спаржу. И дальше живет с этим новым знанием и делает на него поправку в тот момент, когда ему нужно оценить вот эту вареную спаржу в современном мире. Елизабет Лофтус, у нее есть про это выступление на конференции TED, в котором ее говорят, что ее много осуждают за то, что она вот так вот манипулирует людьми. Говорит, что экспериментальные психологи, наверное, правда не должны так сильно манипулировать людьми. И действительно, экспериментальные психологи, они потом после экспериментов всегда объясняют своим испытуемым, что они с ними делали, чтобы испытуемые узнали, что на самом деле они не любили в детстве спаржу. Вот, но она говорит, что мы не можем, конечно, отрицать, что это будут делать родители со своими детьми и прочие люди со своими, с теми, кто находится в сфере их влияния. Но может быть, говорит Елизабет Лофтус, это не так и плохо, потому что если мы выбираем между диабетом и ожирением, и тем, что человек ошибочно думает про себя, что он всегда любил вареную спаржу, но может быть лучше вареная спаржа, кто знает. Я долго рассказывала вам про кратковременную и долговременную память, потому что эта классификация самая важная с точки зрения выстраивания мостика между экспериментальной психологией и нейробиологией. С одной стороны, мы наблюдаем это за четкое разделение в поведенческих экспериментах, а с другой стороны, мы довольно много можем сказать о том, что происходит в этот момент на уровне нейронов. В середине XX века, когда еще ничего было непонятно про молекулярные механизмы памяти, некоторые смелые и оптимистичные ученые пытались изучать ее на млекопитающих. Но с млекопитающими, как вы понимаете, очень сложно. У млекопитающих очень большой мозг с очень большим количеством маленьких и тесно переплетенных нейронов. Здорово было бы начать с кого-нибудь попроще. В те времена генетик Чип Куин сказал, что мы хотим найти идеальное животное для изучения процессов обучения и памяти. Оно должно отвечать таким требованиям. Оно должно иметь не более трех генов, уметь играть на виолончели или хотя бы читать стихи на древнегреческом и обучаться этому с помощью нервной системы, содержащей 10 больших, хорошо окрашенных нейронов. Эту цитатуру приводит нобелевский лауреат Эрик Кандель и говорит, что его аплизия удивительным образом отвечает этим критериям. Аплизия или морской заяц это такой моллюск, у которого правда не очень сложная нервная система. У него в общей сложности около 20 тысяч нейронов, но при этом из них многие, правда крупные, такие, что их видно невооруженным взглядом, но там миллиметр размером тела клетки. В них можно прямо вживлять электроды, прямо на них глядя. И более того, части поведенческих паттернов у аплизии, с одной стороны, заданы генетическим, то есть настолько, что один и тот же нейрон у разных улиток отвечает за одну и ту же реакцию. А с другой стороны, при этом это обучение поддается какой-то модификации, вы можете как-то аплизию изучать и смотреть, что при этом изменяется в этих нейронах. Самое удивительное в аплизии, что она довольно живучая, и что когда вы с ней работаете, вам довольно сложно отличить, где у вас заканчивается аплизия и начинаются молекулы. У аплизии есть такой рефлекс втягивания шабр, вы можете наблюдать за ним у целой аплизии. Вы можете смотреть, какими поведенческими воздействиями можно его усиливать или можно его ослаблять. Вы можете делать то же самое с аплизией, которой вы раскрыли тело и нашли вот эти ганглии, которые отвечают за этот признак. Вы можете сделать полуразробранную аплизию. Вы можете взять у нее кусочек кожи, к которому подходит чувствительное нервное окончание, взять ганглии, от которого к коже это окончание идет. Там есть моторный нейрон, от которого тоже уходит какое-то двигательное окончание на мышцу. Вы можете взять кусочек аплизии и делать с ней то же самое, прикасаться к этому ее кусочку кожи и смотреть, что происходит у вас в нейронах. И это будет примерно то же самое, как было бы в целой аплизии. Вы можете вырастить клетки в культуре клеток, если вы возьмете их из молодой аплизии, и тоже обучать их чему-то в этом роде. И вот, собственно, большая часть исследований молекулярных механизмов памяти была выполнена именно на аплизиях. С ними много десятилетий уже работают. Канделю дали за это Нобелевку. Плюс у него есть про это научно-популярная книжка, очень классная, про всю эту историю исследований. У аплизии есть рефлекс вытягивания жабр. В простейшем варианте в нем участвуют всего два нейрона, сенсорный и моторный. Вы прикасаетесь к ее сифону, трубке, с помощью которой аплизия обменивается жидкостью между своей мантийной полостью и внешней средой. И аплизия рефлекторно втягивает жабры, потому что жабры у нее вот такие тоненькие, нежные, их легко повредить. Этот рефлекс может модифицироваться в ходе обучения. Вы можете долго-долго-долго прикасаться к сифону, и у аплизии снизится чувствительность, произойдет привыкание, она уже не будет в ответ на слабое прикосновение каждый раз жабры втягивать, потому что после этого ничего страшного не происходит. С другой стороны, вы можете аплизию напугать. Вы можете бить ее током в хвостик, и если вы били ее током в хвостик один раз, то после этого она несколько минут будет больше нервничать, будет сильнее втягивать жабры от более слабых прикосновений. Или вы можете бить аплизию током в хвостик долго, и тогда она будет нервничать долго и будет еще несколько дней втягивать жабры быстро в ответ на более слабые прикосновения. И за все это отвечает система из небольшого количества нейронов, каждый из которых при этом оказался достаточно одинаковым у всех моллюсков, и в каждый из которых можно было вживлять электроды и смотреть, что происходит. И можно было увидеть, например, если вы вживляете электрод в сенсорный нейрон, вживляете в мотонейрон, вы можете померить проводимость синапса. То есть вы можете, например, подать какой-то импульс на сенсорный нейрон и посмотреть, что пришло на моторный. И вы видите, что если у аплизии произошло привыкание, то на уровне синапса между сенсорным и моторным нейроном это означает, что просто у него стала хуже проводимость. Просто сигнал стал больше теряться по дороге, просто сигнал стал хуже передаваться. Если же вы, наоборот, напугали всю аплизию, то вы знаете, что здесь участвует еще вот такой вставочный нейрон. Этот вставочный нейрон, когда передает информацию от хвостика, от того, что в хвостик ударили током, он выбрасывает серотонин вот здесь и вот здесь. И серотонин приводит как раз к тому, что усиление вот этой прямой линии между сенсорным и моторным нейроном наблюдается в усилении. То есть синапс начинает, наоборот, лучше проводить сигналы. И вот за эти десятилетия изучения аплизии все это было очень подробно изучено на молекулярном уровне. То есть мы знаем, что вот когда поступает серотонин, то выделяется с мембраны, начинает течь циклический аденозин монофосфат, который активирует протеин киназу А. Протеин киназа А начинает в зависимости от ее количества запускать разные процессы. Она либо встраивает новые мембранные рецепторы в этот синапс, чтобы он лучше улавливал нейромедиаторы, либо эта протеин киназа А вообще действует на ядро. Но если она вообще действует на ядро, то она начинает приводить к тому, что начинают считываться новые гены, синтезироваться новые белки, начинают расти новые синапсы, еще больше синапсов между этими двумя нейронами. То есть на аплизии выяснили, что, во-первых, кратковременная память это усиление проводимости синапса, а долговременная память это появление новых синапсов. Те же самые нейроны становятся больше связаны друг с другом, от этого им потом надолго проще передавать друг другу сигнал. Во-вторых, выяснили, что отличие между кратковременной памятью и долговременной памятью, оно скорее количественное, чем качественное, и оно напрямую зависит от того, насколько много накопилось одних и тех же молекул. Если у вас немножко протеин киназа А накопилось в клетках, то она временно увеличит проводимость за счет встраивания новых мембранных рецепторов, которые потом обратно из мембраны выйдут. Если у вас накопилось много протеин киназа А, то ее будет достаточно, чтобы она дошла до ядра, додефундировала в клетке, запустила синтез новых генов, экспрессию новых генов, синтез новых белков, и, соответственно, привела к тому, что клетки надолго, может быть, навсегда, оказываются связаны друг с другом. Здорово иметь животное, которое умеет играть на виолончели. Потом было уже гораздо проще изучать млекопитающих, потому что было больше понятно, что у них искать. Принципиально у млекопитающих происходит все примерно то же самое. У нас тоже кратковременная память усиления проводимости синапсов, долговременное появление новых синапсов. Но мы чуть-чуть круче аплизии, в том смысле, что аплизия обычно для эффективного обучения нужна при нейронах. То есть обычно вот этот контакт между сенсорным и моторным нейронами, он не приводит к каким-то долгосрочным изменениям. А для запуска долгосрочных изменений нужно, чтобы были еще вот эти вставочные интернейроны, которые будут давать дополнительный сертонин, благодаря которому будет усиливаться уже вот этот синапс в основной цепочке. Что касается млекопитающих, то у них круче развитые механизмы усиления синапса за счет участвующих в нем только двух нейронов, за счет того, что просто по нему проводятся сигналы. Если вы по какому-то синапсу постоянно гоняете электрические сигналы, то он начинает все лучше и лучше и лучше и лучше проводить эти сигналы. Как об этом говорил еще в 1948 году психолог Дональд Хепп, cells that fire together, wire together, клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. Понятно, что и у аплизии есть механизмы такие, как у нас, и у нас есть механизмы такие, как у аплизии, с привлечением новых нейронов дополнительных. Но в общем и целом у нас круче работает вот именно усиление контакта за счет просто проведения электрического сигнала. Вы проводите сигнал, контакт становится все прочнее и прочнее, и ключевую роль в этом играет молекула, которая называется NMDA-рецептор. Она работает детектором совпадений. То есть вот вы помните, как работают нормальные мембранные каналы, которые способствуют передаче информации с одного нейрона на другой. Вот у вас пришел сигнал электрический, вот у вас произошло здесь выделение нейромедиатора, вот нейромедиатор пошел на мембранный канал в следующем нейроне в постсинаптическом окончании. И здесь обычно рецепторы, это ионные каналы, они открываются, например, начинают запускать ионы натрия, от этого на втором нейроне тоже меняется мембранный потенциал, и сигнал идет дальше. Обычно это работает так. Но есть одна волшебная молекула, один волшебный рецептор, прелесть которого в том, что он не хочет работать. Прелесть которого в том, что он ужасно ленивый, что в нормальной обычной ситуации его канал заткнут как пробкой ионом магния, и этот ион магния не дает ничему проходить. То есть пускай даже пришли нейромедиаторы, пускай даже они подействовали на вот этот NMDA-рецептор, он рад бы открыться, но он замкнут ионом магния, ничего через него не идет. А ион магния выпадает тогда и только тогда, когда вот эта мембрана постсинаптическая уже тоже деполяризована. То есть когда вот этот нейрон активен тоже по каким-то другим своим причинам, потому что на него пришло уже много сигналов, потому что на него пришли какие-то сигналы с каких-то других сторон. Если он тоже уже возбужден, тогда ион магния выпадает, и после этого NMDA-рецептор работает как нормальный рецептор. То есть он регистрирует одновременную активность двух каких-то нейронных сетей, которая произошла исходно, независимо друг от друга. Между любыми нейронными сетями где-то в мозге есть контакт, просто потому что в мозге между всем и всем где-то есть контакт. У нас у каждого нейрона примерно 10 тысяч синапсов, но это как дороги автомобильные, по которым от Парижа до Воронежа можно как-то доехать, ни разу не сходя с асфальта, о чем бы мы ни говорили. Вот, допустим, вы влюблены. Допустим, вы влюблены, и у вас есть какая-то нейронная сеть, которая постоянно думает о вашем возлюбленном. Все время активно, все время по ней гоняются импульсы, все время в ней упрочняются связи между нейронами. Вы это хорошо помните и в токовременную память переводите. С другой стороны, вы зашли с этим возлюбленным в кафе, и там звучала какая-то песенка. Какая-нибудь песенка модная в тот конкретный год, когда вы были влюблены? Какая сейчас модная песенка? Никто не знает, никто не ходит ни по кафе, никто ни в кого не влюблен. Цифры запоминаю целый день. Кстати, кто помнит цифры, которые я говорила? Но как? Во-первых, как, а во-вторых, зачем? Ну, хорошо. Вот. Ладно, смотрите, что происходит. У вас есть какая-то нейронная сеть, какой-то нейронный ансамбль, который зарегистрировал песенку. Услышал, что песенка звучит, на этой почве активировался, стал сообщать об этом всем вокруг и сообщил об этом, например, той нейронной сети, которая думает о вас влюбленном. Эта нейронная сеть думает о вас влюбленном и от этого активна сама по себе. И теперь у вас произошли два события одновременно. С одной стороны, у вас пришел нейромедиатор, с другой стороны, у вас эта нейронная сеть и так уже активна, и вот эти NMD-рецепторы и так уже готовы пропускать ионы, они не замкнутым огнем. Тогда и только тогда, когда оба эти события совпали во времени, у вас этот ионный рецептор может открыться, канал, и начать пропускать кальций. А кальций, как вы помните, это важный вторичный мессенджер в клетках. Кальций может запускать много всяких разных процессов, и кальций, в частности, вот в этом случае, через длинные сложные молекулярные каскады, воздействует на гены, воздействует на транскрипционные факторы, которые работают в фитре, заставляет их считывать новые гены и заставляет их разлить новый синапс. В том случае, если этого кальция оказалось достаточно для того, чтобы всю вот эту историю запустить. То есть, если два события происходили одновременно, если тем более они происходили одновременно много раз подряд, и каждый раз это немножко усиливало вот эти вот процессы накопления вслед за кальцием, всех тех посредников, которые в клетке из-за него есть, то это может привести к тому, что у нас сформируется ассоциация между событиями. Что дальше, когда вы будете слышать эту песенку где-то даже через много лет, вы тут же будете вспоминать этого вашего возлюбленного, потому что активация одной сети теперь повышает вероятность активации другой сети, потому что они оказались связаны друг с другом. Это очень важная история на самом деле, про то, что наш мозг конструктивно предрасположен к формированию ассоциаций, к запоминанию совпадений. Нам очень сложно не верить в приметы, например, и не формировать какие-то новые и новые приметы в нашем обществе, потому что если вам перешла дорога черная кошка, а потом случилось что-то плохое, то это важно, что случилось плохое, и вам очень эволюционно выгодно пытаться запомнить все эти факторы, которые содействовали этому плохому. Тем более, если вы древний человек, вы не знаете, что из этого работает, что нет, у вас еще нет научного метода, вы еще не можете поставить эксперимент. Вы видите, что где-то стрелятники кружат, и вы думаете, что там есть еда. Это дико важное свойство, и, собственно, именно поэтому мы склонны к его ложному срабатыванию. Мы съели волшебный корешок и выстрелили, эти два события совпали во времени, мозг делает вывод, что эти два события связаны, вместо того, чтобы, собственно, почитать статьи в реценцируемых журналах о том, что будет, если 100 людей кормить корешком, а 100 людей не кормить корешком. И вот эта история про нейропластичность, про то, что когда мы чему-то учимся, у нас от этого правда меняется мозг, эта история играет довольно важную роль и настолько хорошо выражена, что ее можно даже увидеть на томограмме. То есть вы можете экспериментально людей чему-то учить, а потом смотреть, как у них меняется объем при структурной томографии, прямо видно тех областей мозга, которые связаны с этим обучением. Там наросло много новых синапсов. Там, может быть, появились новые нейроны, может быть, нет. Вообще считается, что у взрослых людей не очень хорошо появляются новые нейроны, но вот сейчас как раз это в стадии обсуждения. Потому что сначала долго считалось, что новых нейронов у нас нигде не появляется во взрослом возрасте. Потом стало считаться, что в гиппокампе все-таки появляются. Потом весной 2018 вышла очередная статья про то, что вы все неправильно считали, вы все неправильно красили, нет, не появляются. Потом вышла тут же такая же хорошая статья о том, что это вы все неправильно считали и красили, все-таки появляются. В общем, на счет новых клеток у человека мы не уверены у взрослого, но то, что синапсы растут совершенно точно, и вот этих новых связей между нейронами может вырастить достаточно много, чтобы, например, кара стала толще в какой-то области, или чтобы, например, объем гиппокампа увеличился. Вот эта самая известная история, на самом деле, наверное, вы ее знаете, да, историю про лондонских таксистов. Но, в общем, если вкратце, были две группы испытуемых. Люди, которые хотели стать таксистами в Лондоне и люди, которые не хотели стать таксистами в Лондоне. А в Лондоне так устроено, что вы для того, чтобы водить вот этот черный кэп, классический из Кенака, в котором Кэмбербэтч ездил, вы должны сдать экзамен, в ходе которого вы не имеете права пользоваться GPS и должны при этом помнить 25 тысяч улиц Лондона, где какое движение, куда можно проехать, куда нельзя, как составить более или менее оптимальный маршрут. Поэтому люди, которые хотят стать таксистами, они реально к этому готовятся месяцами. К этому экзамену они прям ходят на курсы, они катаются целыми днями, они заучивают улицы, они тратят на это очень много времени. Поэтому ни один профсоюз так не пострадал от появления обера, как лондонские таксисты. И люди целенаправленно к этому готовятся. И когда вы смотрите на них снова через три года, то у вас появляются уже три группы испытуемых. Первая группа испытуемых – это люди, которые хотели стать таксистами и действительно стали таксистами. Сдали экзамен, начали водить черника. Вторая группа – это люди, которые хотели стать таксистами, но что-то им помешало, что-то их отвлекло, у них изменились планы и не поперло это обучение. Они передумали и не стали становиться таксистами. Третья группа — это люди, которые не собирались стать таксистами и не стали таксистами. Не было, к сожалению, четвертой группы, которая не собиралась стать таксистами, а потом стала таксистами. Но в Лондоне не так легко случайно стать таксистом. И вот выяснилось, что у двух вторых групп, у тех, кто и не хотел стать таксистом, или быстро разочаровался в этой идее, у них мозг как выглядел, так и остался. Им делали томограмму за три года, им делали томограмму через три года. Ничего принципиально нового нет. А вот у тех, кто все это время тренировался, успешно тренировался и стал таксистом, у них довольно мощно увеличился объем плотности серого вещества в гиппокампе. Гиппокамп вы знаете как зону мозга, связанную с памятью. Вы помните пациента ИЧМ, которому однажды вырезали гиппокамп, и он после этого лишился способности что-то запоминать в долговременную память. Но гиппокампы связаны не только с памятью, а еще и с пространственным мышлением. Вот если вы помните, в 2014 году была премия Нобелевская за клетки места, за составление внутренней карты пространства. Это тоже было как раз в гиппокампе. Но вообще так, если задуматься, то память животным в дикой природе чаще всего нужна именно для того, чтобы думать, куда они бегут и как им потом вернуться обратно. То есть в этом есть логика, в том, что в гиппокампе память и пространственное мышление связаны. И что если вы заучиваете карту, то это так здорово развивает гиппокамп, что это видно прямо даже на томограмме. Ну, кроме гиппокампа, понятное дело, очень пластичные области мозга, они в коре. Новая кора замечательно меняется под действием индивидуального опыта. Про это тоже есть всякие разные эксперименты. Вот, например, давно было известно по корреляционным исследованиям, что нижняя лобная извилина, в ней толще кора у тех людей, которые знают иностранный язык. Но проблема с корреляционными исследованиями в том, что там совершенно непонятно, где причина, а где следствие. Может быть, люди выучили иностранный язык, от этого не стало толще кора в нижней лобной извилине. Может быть, у людей от природы толще кора в нижней лобной извилине, от этого им легче, чем другим людям дался иностранный язык. Может быть, они в детстве ели черешню, и от этого у них одновременно утолщилась нижняя лобная извилина и выучился легко иностранный язык. Для того, чтобы выяснить, как это связано, нам нужно взять людей, которые не знают язык, сделать симптомограмму, заставить их его учить и после этого посмотреть, как изменилась толщина коры в нижней лобной извилине. Такой эксперимент сделать сложно. Такой эксперимент я знаю только один. Это были шведские шпионы. Люди, которые пришли в контрактную армию для того, чтобы их там готовили на шпионов и заставляли учить язык вероятного противника. Часть из них учила персидский, часть из них учила арабский, часть из них учила русский, и они все учили его с нуля. В качестве контрольной группы выступали студенты-медики и студенты-нейробиологи. У нас тоже жизнь довольно тяжелая, но все-таки не настолько. У нас не бывает такой военной дисциплины, когда вы должны в 8 утра вставать, начинать бодать, потом делать домашку. Кто не сделал домашку, того сажают в карцер, потому что он военно обязанный. В общем, они в течение семестра учили язык очень интенсивно. И после этого сделали еще раз томограмму. И да, увидели, что у студентов-нейробиологов и медиков ничего особо не изменилось. А у тех, кто усиленно учил иностранные языки, стало толще кора в трех областях. Ну, понятно, нижняя лобная извилина – это примерно там, где зона брака, которая, помните, связана с речью в левом полушарии. Потом верхняя височная извилина – это примерно там зона верники, которая связана с пониманием звучащей речи. Ну и вот средняя лобная извилина. Черт его знает почему, но, видимо, мы ей думаем. Видимо, думать тоже полезно, когда вы учите языки. Еще немножко увеличился объем гиппокампа. Тоже у этих, да, у тех, кто учил языки. А у нейробиологов как-то не печально, к сожалению, не очень-то. Такие исследования можно проводить с большим количеством разных навыков. Понятно, что, к сожалению, большая часть информации получена именно в виде корреляций. То есть вы берете группу людей единомоментно, которые уже чему-то научились, видите, что у них, правда, толстая кора по сравнению с контрольной группой в каких-то там областях мозга. Но экспериментальные исследования тоже есть. Вот первое, пионерское такое исследование было проведено на людях, которые учились жонглировать. Учились жонглировать, у них, соответственно, утолщалась кора в зонах, связанных с моторно-зрительной координацией. Это исследование интересно тем, что оно было в двух частях. Там сначала этому учили 20-летних людей, потом учили этому 60-летних людей. И показали, что у 60-летних людей, в общем-то, тоже нормально все с нейропластичностью. То есть похуже они учатся, помедленнее, изменения в мозге тоже не так выражены. Но, тем не менее, все-таки они есть. Причем оказалось, что даже в большем количестве отделов, то есть у пожилых людей, например, в отличие от молодых, увеличилась плотность серого вещества в прилежащем ядре. А прилежащее ядро известно в популярных публикациях как центр удовольствия. То есть, возможно, у молодого человека, у него и так в жизни происходит много всего интересного. Ему не очень важно, учится ли он еще и жанглировать или нет. А для пожилого человека, пенсионера, это важная, приятная разнообразия. И он, осваивая какой-то навык, начинает получать больше радости от жизни. Здесь существенно вот что. В общем и целом мы понимаем, что мозг материален. В общем и целом мы понимаем, что если мы усвоили какое-то знание, то это означает, что какие-то конкретные нейронные сети были вовлечены в обработку этого знания и каким-то образом от этого изменились. Проблема в том, что это совершенно невозможно найти. Вы испытываете большие проблемы с тем, чтобы локализовать те конкретные нейроны, которые связаны с этим конкретным навыком. Иногда, очень редко, если очень повезло, получается это сделать случайно. Вот, например, вы готовите людей к операции по лечению эпилепсии. В некоторых случаях, если таблетки не помогают, то при лечении эпилепсии нужно вырезать тот участок мозга, в котором зарождается эпилептический очаг. В середине XX века это делали довольно грубо и приблизительно, и удаляли людям какие-то большие полезные, важные грузки мозга, типа того же целого гиппокампа у пациента и чем. Сейчас это делают очень аккуратно. Сейчас сначала на несколько дней вставляют вживленные электроды, смотрят очень тщательно, какие конкретно маленькие нейронные ансамбли генерируют эпилептическую активность для того, чтобы очень точечно удалить то, что нужно, не повредить то, что не нужно. И вот в тот момент, когда для мониторинга по медицинским показаниям вставили эти электроды, человеку говорят, а не хотите ли вы поучаствовать в эксперименте научном? Человек, понятное дело, соглашается, потому что лучше не спорить с теми, кто будет через два дня делать вам операцию на мозге. И вот в данном случае была группа людей, которым вставили электроды как раз в гиппокамп, зону, связанную с фиксированием воспоминаний. И им, поскольку все равно туда вставили электроды, дальше им показывали много-много-много разных фотографий, вещей, которые они в принципе помнят. Им показывали фотографии достопримечательностей, фотографии животных, фотографии знакомых, фотографии актеров каких-то знаменитостей и так далее. И смотрели, не получится ли так, что совершенно случайно так повезло, что кому-то электрод случайно попал вот ровно в ту нейронную сеть, которая связана с распознаванием именно этого образа. И в двух случаях ученым действительно так повезло. В частности, они нашли у одного человека нейроны Дженнифи Ренистон. Дженнифи Ренистон — это актриса, она играла, например, Рейхиал в сериале «Друзья». И удалось случайно попасть человеку электродом в тот нейрон, который активировался в ответ на предъявление любых фотографий Дженнифи Ренистон в разных видах, в разной одежде и так далее. При этом он не активировался на фотографии любых других актрис, любых других знаменитостей, любых других объектов, там, пауков, змей, эйфелевой башни. Активировался строго на Дженнифи Ренистон. Причем только тогда, когда она была одна. А если она была с Прэдом Питтом, то не активировался. Для этого, наверное, есть какие-нибудь другие нейроны по соседству. У другого человека нашли нейрон Холли Берри. Это тоже актриса. Она играла женщину-кошку. Нейрон активировался при предъявлении фотографий Холли Берри в костюме женщины-кошки, без костюма женщины-кошки, при предъявлении карандашного портрета Холли Берри, даже при предъявлении надписи Холли Берри. То есть гиппокамп — это уже такой довольно высокий иерархический уровень. Он собирает информацию разных модальностей про один и тот же образ. Но при этом тот нейрон не активировался на предъявлении фотографий других актрис в костюмах кошек, других кошек, других женщин. Да, ничего, кроме Холли Берри. То есть нейроны обычно есть, но у нас нет совершенно никакой технической возможности их найти. Мы не можем перезаписывать воспоминания, как в кино про вечное сияние чистого разума, потому что в мозге человека, черт побери, 86 миллиардов нейронов. Все из них за что-то отвечают. Понятно, что это не единственный нейрон, который отвечает за Холли Берри. Кроме того, скорее всего, он отвечает не только за Холли Берри, а за что-то еще. Если мы его уничтожим, то, может быть, мы и забудем Холли Берри, но, наверное, мы забудем еще и что-то полезное. То есть проблема в том, что пока нет вообще никакой технической возможности на людях локализовать те нейроны, которые нужны. Там есть всякие сложные красивые эксперименты с генно-модифицированными мышками, которым с помощью оптогенетики включают или выключают нужные нейроны, перезаписывают на них воспоминания. С людьми пока что с этим есть проблемы, но дело в том, что есть довольно простой способ включить нужную нейронную сеть. Вы должны показать человеку конкретно то, за что она отвечает. Если вы показываете человеку то, для чего нужна эта нейронная сеть, то, очевидно, она активируется просто по определению. И сегодня существуют подходы по тому, чтобы использовать это в лечении фобий и в лечении посттравматического стрессового расстройства. Есть такой бета-блокатор, который называется пропронолол. Он, собственно, используется и зарегистрирован как сердечное лекарство. Но дело в том, что он связывается с рецепторами адреналиновыми не только в сердце, он еще и связывается с норадреналиновыми рецепторами в мозге. Он проникает через гематоэнцефалический барьер, действует на норадреналиновые рецепторы в мозге. Они находятся в основном в амигдале, она же менталевидное тело, зона, связанная с эмоциями, в первую очередь с негативными, в первую очередь со страхом. И получается, что если вы даете человеку такую таблетку, то вы ему временно нарушаете нормальное, правильное проведение импульсов в амигдале, в зоне, которая связана со страхом, и в том числе с памятью о том, чего мы боимся и чего мы не боимся. Это очень перспективная тема. Смотрите, что вы делаете. Вы берете людей, которые боятся пауков. У них фобия, им очень плохо при виде паука. Вы даете этим людям проведенческий тест. Вы просите их выполнить какую-то серию заданий, формальных по взаимодействию с пауком. Ну там, посмотреть на банку закрытую, в которой сидит паук. Положить руку на эту банку. Открыть эту банку. Засунуть карандашик внутри банки карандашиком, потрогать паука. Пересадить паука из банки в коробку широкую. В этой коробке подтолкнуть его пальцем. Взять его в руки. И здесь оценивается, на какой стадии человек откажется. Люди, которые боятся пауков, часто не соглашаются даже открыть банку. Даже открыть банку, допустим, соглашаются. Но засовывать в нее уже даже карандашик. Нет, не соглашаются. Но что будет, если вы дадите человеку пропронолол, бета-атреноблокатор, и одновременно покажете ему паука? Получится странная история. У вас активны те нейроны, которые помнят, что человек боится паука, которые испытывают вот эту эмоциональную реакцию. Но при этом проведение импульсов между ними нарушено. И вот этот процесс обновления воспоминания, о котором мы говорили в связи с ложными воспоминаниями Элизабет Лофтус, он каким-то образом нарушается. Вы не можете качественно перезаписать это воспоминание. То есть в нормальной ситуации, пообщавшись с пауком, вы бы укрепили свое чувство, что вы боитесь пауков. А тут вы чувствуете, что вы боитесь паука. Но это плохо фиксируется в мозге. И дальше на следующий день происходит интересная вещь. Вы снова приходите в лабораторию. Вам сначала дают психологический опросник. В этом психологическом опроснике вы отвечаете, что вы боитесь пауков. Потому что вы помните про себя, что вы такой человек, который боится пауков. Потом вам предлагают поведенческий тест. А вы накануне ели пропронолол, одновременно взаимодействуя с пауком. И вы к некоторому своему удивлению начинаете выполнять этот тест и чувствуете, что вам как-то не очень страшно. То есть, ну вот вы открыли банку, вроде не страшный паук. Вы потрогали его карандашиком, вроде все еще не страшно. Вы пересадили его в коробку, почему-то все еще не страшно. То есть, в нормальной ситуации ваша амигдала голосила бы «Аларм, аларм, паук, страшно, бежим отсюда». А здесь почему-то вы прислушиваетесь к себе и как-то вы не чувствуете вот этой эмоциональной реакции. Вы пытаетесь это как-то рационализировать. Вы говорите «Ну, вообще-то я пауков боюсь, но вот этот ваш какой-то миленький». Ну да, миленький, если нарушить проведение импульсов амигдаля. Но дело в том, что дальше вам показывают других пауков и через три месяца, и через год. И как-то они все по-прежнему миленькие. И вот это довольно свежая тема. Это вот буквально в последние лет пять обнаружили вот такие свойства пропронолола. Сейчас много исследований. Вот в 2018 году вышло первое плацебо-контролируемое исследование, в котором с помощью пропронолола лечили посттравматическое стрессовое расстройство. И да, хорошие результаты. Да, если человеку дать пропронолол одновременно заставить вспоминать и заново переживать свою травму под контролем психотерапевта, то это дает лучшие результаты, чем если просто прорабатывать эту травму с психотерапевтом лучше и, главное, намного более быстрее. То есть мы пока не можем найти нужные нейроны как-то сознательно, ручками, но мы можем дать вещество, которое активирует именно эти нужные нейроны в том случае, если одновременно мы дадим стимул, который их активирует тоже. И что-то в связи с этим мы можем изменить в мозге. Что мы из всего этого можем сказать? Во-первых, эти исследования памяти объясняют нам, почему повторение это правда важно. Потому что улиточка. Потому что процесс формирования воспоминаний это процесс накопления в мозге некоторых молекул циклического аденозидмонофосфата, протеинки на АЗА, белков креп, много всякого разного, которое просто накапливается каждый раз, когда мы прогоняем нервные импульсы по вот этому синапсу. Каждый раз, когда мы это делаем, у нас становится чуть-чуть больше этих веществ. И в какой-то момент этих веществ станет достаточно много для того, чтобы мозг все-таки вырастил более прочную связь между этими двумя нейронами. И у нас таким образом сформировалась долговременная память. И большая часть информации, которую мы усвоили, стремительно теряется. Но если мы ее повторим, то она начинает теряться уже медленнее. Часть ее, потому что зафиксировалась. Если мы ее повторим еще раз, она начинает еще медленнее, еще медленнее теряться. Это в XIX веке еще было описано в просто поведенческих экспериментах. Это называется кривая Эбенгауза, кривая забывания. И на ней основаны многие, например, онлайн-тренажеры для иностранных языков, типа LinguaLeo. Смысл в том, что когда вы учили какие-то слова, вам потом их дают повторить через час, потом через три, потом через шесть. Потом те слова, которые вы не вспомнили, заставляют повторять опять часто, те, которые запомнили, заставляют повторять менее часто. И это позволяет достигать гораздо более эффективного обучения. Вторая важная вещь в том, что если вы хотите что-то повторить, то повторить это желательно перед тем, как спать. Сон — это довольно странная штука с эволюционной точки зрения, потому что понятно, что это невыгодно. Понятно, что когда животное спит, то резко повышаются шансы на то, что его съедят. Тем не менее, сон — это настолько универсальное свойство нервных систем, что нечто похожее на электрическую активность во сне можно наблюдать у культуры клеток, которые в пробирке сидят. То есть, когда вы их не трогаете, они посылают импульсы примерно с такой частотой, которая очень похожа на медленно-волновой сон. Вы их можете разбудить, у них частота отправления импульсов спонтанного изменится. Медуза спит. В 2017 году вышла статья про то, что у медузы есть изменения в нервной активности ночью и днем, когда она спит, когда нет. Вы можете ее будить всю ночь, тогда она на следующий день будет тормозить, медленно принимать решение. То есть, сон — это абсолютно универсальная штука, от которой прям никто не смог отказаться. А теорий при этом и гипотез об разных его функциях существует очень много, но тем не менее доминирующая точка зрения в том, что сон нужен для переорганизации информации, накопленной за день. Для того, чтобы с одной стороны запоминать то, что важно, то есть в спокойных условиях, спокойно выращивать себе все вот эти новые синапсы, укреплять то, что мы в течение дня учили. А с другой стороны, это не менее важно для того, чтобы забывать то, что не пригодилось, для того, чтобы терять, втягивать обратно те синапсы, которые мы вроде бы как бы и начали растить, но вот как-то они не достигли вот этого критического порога про то, что это правда серьезное, важное запоминание. И таким образом мы можем избавляться от всего того информационного мусора, который мы каждый день вынуждены перерабатывать. Там миллион классных экспериментов на крысах. Крысам можно во сне заставлять их полюбить какое-то место, которое им снится, чтобы они в реальной жизни пошли туда же. Вот как раз благодаря наличию клеток места в гиппокампе, которые связаны с конкретными участками клетки, по которым вы можете во сне по мозгу крысы понять, про какое место она думает. В этот момент, например, активировать ей прилежащее ядро, центр удовольствия. Она после этого запомнит, что она любит это место и будет туда ходить и в реальной жизни тоже. С людьми так не делают, с людьми все гораздо более гипотетически. Так по томограммам, по электроэнцефалограммам строят гипотезы. Но вот предполагается, что да, сон это некий такой диалог между корой и гиппокампом, в котором кора говорит, а вот у нас еще такая информация накопилась за день, будем ли мы ее запоминать? А гиппокамп говорит, да не надо, нафиг надо. А вот такая информация еще есть, ее будем запоминать. Гиппокамп говорит, да, давайте запомним. И в общем, ну, если вы спите, то вы обучаетесь гораздо эффективнее, чем если вы не спите. Спать важно, сон это примерно самое полезное, что вы можете сделать со своим мозгом. Вот. Ну и кроме того, понятно, что за годы исследований в экспериментальной психологии накопилось много каких-то мелких закономерностей, каждая из которых становится понятна в свете того, что мы говорили про мозг. Закон осмысления говорит, что если вы что-то понимаете, то вы это лучше запомните, что логично, потому что вы можете опираться на долговременную память и таким образом иметь меньшую нагрузку на ограниченные ресурсы кратковременной. Закон интереса то же самое, точнее, не совсем то же самое, говорит, что если вам что-то интересно, то вы это с большей вероятностью запомните, потому что вы обратите на это внимание и таким образом возьмете это хотя бы в кратковременную память себе. Закон установки про то, что если вы намерены что-то запомнить, то вы это запомните, потому что, опять же, вы обращаете на это внимание. Закон незавершенности означает, означает, что если что-то завершилось не так, как вы ожидали и вообще не завершилось, то есть вы запомните это с большей вероятностью. Контекст, понятно, про опору на долговременную память. Закон длины ряда про ограниченную емкость рабочей памяти. То есть речь идет о том, что если у вас есть 8 единиц информации, то вы гораздо лучше запомните их блоками по 4, чем если вы будете пытаться запомнить все 8 одновременно. Лучше делить на какие-то маленькие порсы эту информацию, которую вы запоминаете. Закон торможения о том, что если вы усваиваете две вещи, которые похожи друг на друга, то вы одновременно за короткий промежуток времени начинаете в них путаться. Кто может внятно описать, чем отличается память у улитки от памяти у млекопитающих? Вот именно. Закон края про то, что мы обращаем больше внимания на то, что находится в начале и в конце. Тоже понятно, потому что что-то изменилось в ситуации. Нужно понять, важно это или нет. Повторение. Понятно, мы гоняем импульсы, у нас вырабатываются разные вещества, у нас растут новые синапсы. Ну и закон действия, это тоже про внимание, про то, что когда вы что-то пытаетесь сделать ручками, то вы на этом концентрируетесь лучше, чем если вы теоретически думаете, куда какую передачу, например, в машине переключать. Обычно люди учатся водить машину не по учебнику, а на практике. Это все довольно очевидно, но существенно здесь вот что. Существенно здесь то, что когда люди говорят, что у них проблемы с памятью, обычно они не имеют в виду, что у них проблемы с памятью. Обычно они имеют в виду, что они просто на самом деле не обращают внимания, не могут сфокусировать внимание на том, что они как бы должны запомнить. Здесь вопрос в том, почему они могут или не могут сфокусировать внимание. Дело в том, что разные люди обращают внимание на разные вещи. Что здесь видите, такой замкнутый цикл От того, на что мы обратили внимание, зависит, что мы возьмем в кратковременную память, от того, что у нас в кратковременной памяти, зависит, что попало в долговременную, но при этом от того, что у нас уже есть в долговременной памяти, зависит, на что, собственно говоря, мы обратим внимание. Представляете ли вы, как выглядит велосипед? Можете ли вы его нарисовать? Да? А у вас есть бумажка и ручка? Да, всем рисовать, у кого бумажка и ручка есть. Продолжение следует... Спасибо. Смотрите, у вас работал эффект наблюдателя, вы видите, что на вас смотрят, вы очень старались, и есть шансы, что ваш велосипед поедет. Но на самом деле обычно в большинстве людей в такой ситуации появляются велосипеды, которые вообще никуда не поедут, в которых упущены какие-то важные детали. Вот есть такой дизайнер итальянский, Джан Лука Джиммини, у него есть целый проект велосипедия, в котором он просил разных людей рисовать велосипеды, а потом создавал, как эти велосипеды выглядят. И люди действительно склонны забывать какие-то важные детали, потому что вы, наверное, умеете чинить велосипед. Или, по крайней мере, вы как-то более серьезно думали о велосипедах, чем большинство людей, которые просто узнают их в лицо. Потому что люди узнают разные вещи в зависимости от того, на что они смотрят. У меня есть про это любимая история, которую на самом деле кто-то из вас мог уже знать, потому что с нее у меня начинается розовая книжка, которую, говорят, здесь где-то можно купить и подписать. Там она немножко в другом контексте упоминается. Дело в том, что однажды я посудилась на легкие деньги и пошла работать шеф-редактором глянцевого журнала. Год проработала шеф-редактором глянцевого журнала. Это не были легкие деньги, как выяснилось, совсем нет. Сбежала оттуда в ужасе, но до этого это был могучий источник познания жизни. И, в частности, много доводилось общаться с косметическими компаниями. Однажды одна большая серьезная косметическая компания прислала нам для будущей рекламы брюшюру, в которой рассказывалось про чудодейственное средство для укрепления волос под названием филоксан. Там была вот такая картинка нарисована, и была к ней подпись. Молекула филоксана, ее кремниевое ядро и две минеральные части, связанные углеродной цепью. Потирая ручки, я спросила пиарщиков, скажите, а можно я буду использовать вашу брюшюру в своих лекциях и книжках? Они говорят, конечно, можно, только обязательно указывайте, что это компания L'Oréal. Я говорю, хорошо, буду указывать. Теперь, как честный человек, должна вам признаться, что фигня у вас какая-то с картинкой. Кому очевидно, какая фигня с картинкой? Ну да, смотрите, нам с вами это очевидно, потому что мы все когда-то сдавали химию для того, чтобы поступить в институт. И, вероятно, сдавали еще довольно много разных химий на первых курсах. И, соответственно, мы не можем не увидеть, что здесь нету кремния. Это очевидно с первого взгляда. Ну, допустим, даже у нас есть человек, который не помнит, какими буквами обозначается кремний. Я не буду просить его признаваться. Но все равно он наверняка помнит, что буквой С обозначается не кремний, что буквой H обозначается не кремний, что буквой О обозначается не кремний, что буквой N обозначается не кремний. И вот здесь самое интересное, что вообще-то на этом уровне химию знают более или менее все люди. Если любой человек остановится, задумается и будет анализировать эту картинку, то он увидит, что с ней что-то не так. Но он это увидит, если он уже заранее будет знать, что с ней что-то не так. А в офисе Лореаль получилось так, что эту картинку ее вставили еще в французскую версию брюшуры. Скорее всего, просто дизайнеры, просто потому что им нужно было поставить какую-то рыбу для того, чтобы посмотреть, как макет будет выглядеть. Они взяли из Гугла первую попавшуюся картинку, утвердили, напечатали, перевели на все языки. И никто полгода не замечал никакого подвоха, потому что это не тот уровень восприятия. Люди понимают, что там должна быть молекула. Они видят молекулы. Какие вопросы? Молекула и молекула. Что вам не нравится? То есть понятно, что если вы серьезно знаете химию, ну или там как-нибудь знаете химию, то вы сможете даже сказать, что это такое, например. Кто это вообще? Какой класс химических соединений? Вот, ну смотрите, на самом деле очевидно, что... Да, очевидно, что аминокислота совершенно верно. То есть смотрите, есть крупы NH2, есть крупы СОН. Просто их обычно рисуют по краям. То есть здесь тоже надо еще подумать, что это аминокислота. Я понимаю, что мало кто помнит, какая конкретно. Сирин, но я, конечно, тоже этого не помнила. Я посмотрела в Википедии. Но вот это совершенно точно, тут нет кремниевого ведра. И это очевидно не всем. И поэтому основное, что я имею сказать, я имею сказать, что мы люди разные. Мы люди отличаемся друг от друга тем, в каких местах у нас выплетены нейронные связи, в каких местах у нас экспертность. И от этого зависит и то, как мы воспринимаем мир. У кого-то легко и быстро активируются какие-то одни нейронные сети, потому что они здорово выращены. У кого-то легко и быстро активируются совсем другие нейронные сети, потому что они здорово выращены. И от этого мы действительно обращаем внимание на совершенно разные аспекты информации, когда с ней работаем. От этого нам бывает сложно друг друга понять. От этого нам пишут нелепейшие комментарии в Фейсбуке, потому что люди прочитали что-то совсем не то, что написано, потому что у них активированы какие-то другие нейронные сети. Но именно это приводит к тому, что нам важно объединяться в кучке. Это приводит к тому, что нам важно формировать команды, потому что в командах мы можем добиться какого-то гораздо более сложного и комплексного понимания любой проблемы, которую мы вынуждены решать. Спасибо. Аплодисменты 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 Продолжение следует...